В этом году воздушно-десантные войска отмечают 92 года со дня создания. 2 августа в 1930 году во время опытно-показательных учений Московского военного округа на окраине Воронежа впервые в Советском Союзе на парашютах высадились 12 десантников для выполнения боевой задачи. А во время Великой Отечественной войны уже было 5 воздушно-десантных корпусов, численностью 10 тысяч человек каждый. На концерт, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, пришли не только военнослужащие, их жены и дети, но и представители крупнейших предприятий города, студенческих и молодежных объединений, волонтерских организаций. Среди гостей праздника была и глава Самары Елена Лапушкина. Праздничную программу открыл губернатор Дмитрий Азаров. Конечно, огромен вклад ВДВ в приближение победы в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем имена героев-защитников Отечества, которые защитили нашу Родину, весь мир от нацизма. Но сегодня, когда нацизм пророс у самых границ нашей страны, их внуки и правнуки, верные заветам своих предков, вновь встали на защиту мира. И проявляет мужество и героизм в проведении специальной военной операции по деноцификации и демилитаризации Украины, возвращая мирную жизнь людям Донбасса, защищая все, что для нас дорого и ценно, наши традиции и заветы отцов. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. Гости праздника рассказывали, что собрались на набережной, чтобы их поддержать. Настроение очень хорошее. Когда видишь такое единение людей, душ, настроение, ну это отличное настроение. И становишься гордо за свою родину, за своих людей, за свои коллективы. Конечно, все хорошо здесь устроено, безопасность обеспечена, сотрудники здесь. Все хорошо, здесь безопасно, всем безопасно. Знаю, что будет концерт хороший, и тем более будет Войтенко. Очень здорово. И погода позволяет. Такой праздник очень большой. Праздник хороший. Как же это не поддерживать? Мы поддерживаем. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...